Война. День 69. Ситуация на фронтах. Воздух. Москва похожа и в неведении, и в отчаянии от того, что российской армии не хватает средств для того, чтобы хотя бы найти, не говоря уже о том, чтобы нанести удар по потоку поставок западного оружия в Украину. Вместо этого российская армия вернулась к самым примитивным средствам поиска целей – разведке огнем. То есть, россияне тратят свой постоянно сокращающийся запас крылатых ракет на цели любых складских помещений, которые, по их мнению, могут использоваться для сокрытия западного оружия. Другими словами, после больниц и многоквартирных домов новым приоритетом для российских списков целей в Украине являются ангары, гаражи, склады и т.д. Хороший пример этого произошел в Днепропетровской области 1 мая. Крылатая ракета взорвалась между двумя складами цельхозяйственного предприятия в Синельниковском районе. Один ангар был сильно поврежден, другой разрушен. Вчера Россия нанесла очередной ракетный удар по мосту в Затоке. Думаю, суммарная стоимость выпущенных ракет по этому мосту уже превышает стоимость самого моста. Еще одна российская ракета попала в жилой дом в Одессе, в результате чего погиб 14-летний ребенок, и несколько человек получили ранение. Из российских летательных аппаратов наиболее активными в последние два дня были российские разведывательные БПЛА «Орлан». Неудивительно, что только 1 мая защитники заявили, что 10 из них были биты. Еще 8 самолетов были сбиты 2 мая, в том числе «Форпост», пытавшийся достичь Одессы. Восток После украинского артиллерийского удара по российскому командному пункту под Изюмом 30 апреля, Киев заявил о гибели или ранении до 20 высокопоставленных офицеров. Некоторые источники утверждали, что даже Герасимов был ранен, но никаких подтверждений этому нет. Активность российской армии на востоке Украины замедлилась. Похоже, что российская армия начала передислоцировать все резервы, которые смогла найти на разных участках линии фронта и сосредоточить их в относительно небольшом количестве горячих точек. Одним из них является известный район к югу от Изюма, другой – Лиман, третий – Рубежное, четвертый – Попасное, а пятый район – южнее Кривого Рога. Как минимум три из этих районов. Также получили контингенты по 500 бойцов ЧВК Вагнера каждый. В боевом отношении российская армия только обстреливала украинские линии фронта южнее Изюма. Украинская 25-я аэромобильная бригада, насколько известно, недавно прибывшая в этот район, нанесла ответный удар, уничтожив несколько танков. Сообщения о активных боях поступали только из Великой Камышевахи. Наиболее активным был участок между Крымским и Ямполем, где российская армия пыталась оттеснить защитников к Донцу. Они находятся примерно в 20 км к востоку от Славянска и в 40 км к западу от севера Донецка. За последние 3-4 недели стало проявляться все больше сообщений о том, что россияне пытаются адаптироваться к тактике украинской армии и действуют небольшими подразделениями, чтобы поразить обороняющихся там, где они меньше всего этого ожидают. Но как показывает практика, пока это не сильно получается, и их подразделения попадают в засады. Дальше на восток, 1 мая российская армия пыталась атаковать оставшиеся украинские позиции на юге Рубежного, но потерпела неудачу. После многочисленного артиллерийского обстрела 2 мая она снова попыталась, но снова потерпела неудачу. Аналогично было в районе Попасной, Озерном и Маринке. Все штурмы остались безрезультатными. Кстати, сепаратисты, которые постоянно жалуются на смертоносную эффективность украинской артиллерии, сообщают, что у украинцев есть бетонные бункеры в Попасной. И всякий раз, когда их окружают россияне, они вызывают артиллерийский огонь по своим позициям и наступающих либо уничтожают, либо тем приходится отступать. Также сепаратисты жалуются на смертоносные атаки украинских БПЛА Байрактар. Одна из последних уничтожила 19 их военнослужащих. Мариуполь Сразу после эвакуации части мирных жителей последовала бомбардировка и штурм Азовстали. Это вынудило защитников отойти с северной части комплекса. Кстати, за последние два дня российская армия завершила передислокацию своих войск из Мариуполя. Теперь город контролируется отрядами сепаратистов. Интересно, что рассматриваемые войска не использовались для поддержки 58-й армии Зусько, а вместо этого были отправлены в Попасную. То есть, кажется, что в Москве прекращают свои наступательные действия вдоль южных линий фронта и полностью концентрируются на прорыве линии разграничения. Юг В течение последних двух дней россияне продолжали обстреливать Осокорковку и Трудолюбовку. Бои внутри Траверийского продолжались, но серьезные наземные атаки россиян поступали только из Заградовки и Ивановки. По Николаеву постоянно стреляют реактивные системы залпового огня. В свою очередь, украинская артиллерия нанесла удар российскому складу боеприпасов в Чернобаевке. Данное видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера карт Натана Рассера карт Вормап.